Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Оксана и вы находитесь на канале о рукоделии. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. И в сегодняшнем видео я хочу предложить вам связать вместе со мной вот такую кофточку или кардиганчик для куклы размером 42 см. Данное изделие связано спицами. Я использовала спицы номер 4 для основного полотна и номер 3 для всех отделочек по низу, по верху и на рукавах. Также для выполнения кетлевки я использовала дополнительную пару спиц номер 2,5. Что касается пряжи, то я использовала пряжу от Alize Superlana Classic на 100 граммов 280 метров. Вот этот зеленый оттенок номер 469 и светлый оттенок номер 152. Всего у меня ушло на данное изделие 55 граммов. Пуговички я еще не пришила, уберу, покажу вам поподробнее. Набирала я петли полностью на все изделие за исключением планок. Ориентировалась при наборе петель на обхват бедер моей куклы. Он составил 33 см и небольшая свобода облегания есть в этом изделии. Я, конечно же, связала образец, рассчитала плотность своего вязания. Ширина полуобхвата изделия моего составляет 18,5 см. Итак, я провязала на спицах номер 3 резиночку один на один, затем перешла к спице номер 4, выполнила узор, вязала на высоту до проймы, затем отделила петли полочек и спинки и также оставила некоторое количество петель на проймы. Связала отдельно каждую полочку, выполнила углубление для горловины, затем связала также спинку на необходимую мне высоту и выполнила углубление для горловины по спинке. Ширина, вернее, обхват шеи моей куклы составляет 24 см. И ширина горловины составляет 12 см. 11,5 см. После того, как связаны были перед и спинка, я сшила методом трех спиц два плеча. Скос плеча я здесь не выполняла, так как я не захотела портить рисунок. Вот, сшила методом трех спиц. Затем я выполнила все отделки. Для начала выполнила кетлевку по горловине, вот так она выглядит изнутри. И затем связала на высоту резиночку по горловине, на высоту 6 рядов, по-моему, я связала. Резиночка 1х1, спицы номер 3. Затем я обработала одну планку и вторую планку, вернее, полочку. Затем я обработала одну полочку и вторую полочку, также кетлевочкой и резиночкой 1х1. На одной полочке я выполнила отверстие для пуговиц. Затем я подобрала петли для рукава, просто из кромочных. И вязала лицевой гладью, сократив в начале петли подреза, а далее уже без каких-либо изменений. Только перед выполнением самого манжета я сократила небольшое количество, некоторое количество петель и связала манжет. Манжет я связала немного длиннее, чем мне нужно, чтобы можно было вот так подворачивать. Итак, ширину изделия я вам сказала. Теперь длина изделия у меня получилась в итоге 17 см. Длина рукава здесь одинаковая, что по верху, что по низу. Полная длина рукава 13 см. Вот так. Если с подворотом 10 см. Итак, друзья, если вам понравилось данное изделие, и вы хотите связать его вместе со мной, то, пожалуйста, оставайтесь, смотрите это видео до конца. Ну, а я пожелаю вам приятного просмотра. Для начала я наберу на спице номер 3 73 петли. Буду набирать самым обычным методом длинный хвост. Оставляю хвостик необходимой длины. И набираю на спице номер 3 73 петли. Одну спицу вынимаем. Берем рабочую ниточку. Первую петлю снимаю, не провязывая. Это кромочная. Далее провязываю 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так до конца ряда. В конце ряда 1 лицевая и кромочную, последнюю, провязываю изнаночной. Разворачиваю вязание. Во втором изнаночном ряду первую петельку снимаю. Далее вяжу все петли по рисунку. Если это изнаночная, я провязываю ее изнаночной. Лицевая, провязываю лицевой. И так далее. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. В конце ряда кромочную провязываю изнаночной. И всего мне нужно провязать резиночку на высоту 2 см. Приблизительно 6 рядов. 6 рядов я провязала. Далее я перехожу на спицы номер 4. И буду вязать основной узор. Первый ряд узора. Первая петелька снимается, кромочная. Далее провязываю все петли лицевыми. Я вяжу бабушкиными петлями. Поэтому у меня лицевая провязывается за заднюю стенку. Изнаночная за переднюю стенку. В конце ряда кромочную провязываю изнаночной. И спицы номер 3 убираю. Они мне пока не понадобятся. Во втором ряду первую кромочную снимаю. В принципе, в течение всего вязания я буду кромочную первую снимать. Последнюю провязывать изнаночной. Далее снова все петли лицевыми. Вяжу за передней стеночке. В третьем ряду узора я буду присоединять нить другого цвета. Оставляю хвостик и провязываю кромочную лицевой. И далее вяжу снова все петли лицевыми до конца ряда. В конце ряда кромочную провязываю изнаночной. Итак, это был третий ряд. Далее четвертый ряд. В четвертом ряду первую кромочную снимаю, не провязывая. Далее все петли провязываю изнаночными, включая кромочную в конце ряда. В пятом ряду первую кромочную снимаю, не провязывая. Далее все петли вновь вяжу лицевыми. кромочная в конце ряда провязывается изнаночной петлей в шестом ряду так же как и в четвертом первую кромочную снимаю не провязывая далее провязываю все петли изнаночными включая кромочную в конце ряда далее повторяем раппорт узора с первого ряда только есть небольшое отличие и так беру нить светлого оттенка первую петлю кромочную провязываю лицевой далее провязываю 3 петли лицевые а четвертую петлю опускаюсь на 3 ряда вниз 1 2 3 и вот в светлую ниточку ввожу спицу и вот таким образом провязываю лицевую петлю этим все петли сбрасываю снова вяжу 3 лицевых 1 2 3 опускаюсь в четвертый ряд 1 2 и так опускаюсь на 3 ряда ниже 1 2 3 вот светлая петля петля светлого оттенка и провязываю ее лицевой все эти петельки спускаю и так продолжаю вязать до конца ряда 3 лицевые четвертую четвертый ряд и так продолжаю вязание 3 лицевые четвертая петля также лицевая но в четвертый ряд 1 2 3 4 вот таким образом в конце ряда должно остаться 3 петельки провязываю их просто лицевыми и кромочную провязываю изнаночной во втором ряду первую петлю снимаю не провязывая далее все петли лицевые кромочную в конце ряда провязываю изнаночной третий ряд берем зеленую ниточку первую петельку кромочную провязываю лицевой и далее тоже все петли провязываю лицевыми и также как и в предыдущий раз провязываю 4 ряда лицевой гладью то есть в лицевом ряду лицевые петли в изнаночном ряду изнаночные петли в первом ряду кромочную я провязываю лицевой во всех остальных первую кромочную будут снимать не провязывая последнюю провязывать изнаночной и так провязываю 4 ряда лицевой гладью в лицевом ряду лицевые петли в изнаночном ряду изнаночной петли 4 ряда зеленым цветом я провязала лицевую гладью далее снова беру работу светлый оттенок провязываю первую петельку кромочную лицевой в следующую петлю также провязываю лицевой а третью петлю провязываю опускаясь на четвертый ряд ниже 1 2 3 и вот в четвертый раз ряд провязываю лицевую петельку эти петельки можно эти протяжки можно разровнять таким образом далее снова провязываю 3 лицевые четвертую провязываю опускаясь на три ряда ниже 1 2 3 в четвертый ряд провязываю лицевой и таким образом у меня соты получаются в шахматном порядке и так провязываю 3 лицевые в принципе если присмотреться то можно не считать ряды а просто провязывать светлую петлю вот таким образом и так до конца ряда в конце ряда так же как и в начале остается 1 лицевая петелька и кромочную провязываю изнаночной далее разворачиваю вязание и в следующем ряду первую петельку снимаю не провязывая далее вяжу все петли лицевые последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной и далее я снова буду вязать зеленым цветом повторять нижние соты затем верхние то есть чередовать их в шахматном порядке и так на необходимую мне высоту я провязала основным узором 32 ряда общая высота изделия на данный момент составляет приблизительно 8 с половиной сантиметров далее я буду вязать отдельно первую полочку затем вторую полочку и спинку на полочку у меня приходится 17 петель продолжаю вязать по рисунку зеленой нити зеленого цвета и провязываю первую кромочную лицевой далее 15 петель также лицевыми 1 2 3 14 15 и последнюю кромочную провязываю изнаночной провязала 17 петель свои полочки можно переснять оставшиеся петли на дополнительную нить или на дополнительные спицы я пока просто повешу маркер чтобы отделить петли разворачиваю вязание и далее продолжаю вязать только на 17 петлях полочки основной узор я провязала полочку на высоту 14 рядов сейчас я буду выполнять углубление для горловинки по переду для этого я буду в начале ряда закрывать петли также необходимо также вы можете обрезать нить светлого оттенка либо же поступить как я я буду перекручивать ниточки чтобы не переместилась в нужное мне место и так я перекрутила ниточки и далее зеленой нитью продолжаю вязание и закрываю 3 петельки для этого провязываю 2 петли вместе лицевой возвращая петлю на левую спицу снова провязываю 2 вместе лицевой снова возвращая на левую спицу и снова и прежде чем провязать 3 раз 2 вместе лицевой я вновь перекручиваю ниточки и провязываю 2 петли вместе лицевой зеленым цветом таким образом я переместила светлую нить начало ряда далее довязываю петли до конца ряда лицевыми кромочную провязываю изнаночной в изнаночном ряду первую петлю снимаю далее провязывая все петли изнаночными последнюю петлю снимаю не провязывая далее третий ряд формирования горловины также по раппорт узора у меня здесь уже должна быть нить светлого оттенка в работе и так для начала мне нужно убавить петельку первую петлю я снимаю вторую также снимаю не провязывая и протягиваю вторую через первую возвращаю на спицу таким образом я сократила одну петлю теперь беру нить светлого оттенка и провязываю две петли вместе лицевой светлой нитью и далее вяжу и далее по раппорту узора опускаясь на 3 ряда ниже и провязываю лицевую петлю в четвертый ряд провязывая 3 лицевые опускаюсь на 3 ряда ниже в четвертый ряд провязываю лицевую снова 3 лицевые пропускаю 3 ряда 1 2 3 и в четвертый ряд провязывая 1 лицевую в конце ряда 1 лицевая 1 изнаночная четвертый ряд формирования горловины первую петельку снимаю далее провязывая все петли лицевыми в конце ряда кромочную также провязываю изнаночной в пятом ряду формирования горловины я ввожу в работу зеленую ниточку провязываю первую петлю лицевой и далее все петли лицевыми кромочную в конце ряда изнаночную в шестом ряду первую петлю снимаю кромочную далее провязываю все изнаночные по рисунку кромочную в конце ряда снимаю не провязывая перекрещиваю ниточки в седьмом ряду горловины закрою еще одну петлю первую снимаю вторую также снимаю и протягиваю вторую петлю через первую далее провязываю все петли лицевыми кромочную в конце провязываю изнаночной восьмом ряду первую снимаю далее провязываю все петли изнаночные кромочную в конце ряда также провязываю изнаночной девятый ряд горловинки провязываю нитью светлого оттенка первую петлю лицевой вторую также лицевой третью петлю опускаюсь на три ряда ниже 1 2 3 и в четвертый ряд провязываю лицевой снова провязываю 3 лицевые опускаюсь 1 2 3 четвертую петельку провязываю лицевой далее 3 петли лицевые кромочную провязываю изнаночной в десятом ряду первую снимаю не провязываю далее вяжу лицевыми последнюю петлю снимаю не провязывая в одиннадцатом ряду мне нужно снова сократить одну петлю первую снимаю вторую снимаю не провязывая протягиваю через первую возвращаю на левую спицу подхватываю не зеленого цвета провязываю одиннадцатый ряд первую петлю лицевой и далее все петли лицевыми кромочная изнаночной двенадцатом ряду провязываю по узору первую снимаю далее все петли изнаночные кромочная в конце ряда также изнаночная тринадцатом ряду перекрещиваю ниточки затем первую петлю снимаю и провязываю по узору все петли лицевые кромочную в конце ряда провязываю изнаночной четырнадцатом ряду также провязываю без изменений первую снимаю далее все петли изнаночные кромочная в конце ряда также провязывается изнаночной в пятнадцатом ряду вяжу нитью светлого цвета первая петля лицевая вторая петля лицевая и третья петля также лицевая далее отсчитываю три ряда вниз 1 2 3 и в четвертый ряд и в петлю четвертого ряда провязываю лицевую снова провязываю 3 петли далее отсчитываю 3 ряда 1 2 3 и в петлю четвертого ряда провязываю лицевую оставшуюся петлю провязываю лицевой и кромочная изнаночной в шестнадцатом ряду 1 петлю снимаю далее все петли лицевые кромочную снимаю не провязывая в семнадцатом ряду убавлю еще одну петлю первую для этого первую снимаю не провязывая вторую также снимаю не провязывая и протягиваю вторую через первую возвращаю на спицу так перекрещивая ниточки и зеленой нитью провязываю первую петлю лицевой далее все петли лицевые кромочную в конце ряда провязываю изнаночной 18 ряду первую снимаю не провязывая далее все петли провязываю изнаночными кромочную конца ряда также провязываю изнаночной 19 ряд 1 снимаю дальше все петли лицевые кромочную в конце ряда провязываю изнаночной и в 20 ряду также первую снимаю не провязывая далее все петли изнаночные кромочную в конце ряда провязываю изнаночной и того я закрыла 8 петель для горловинки а для плеча у меня осталось 9 петель 2 4 6 8 9 итак двадцать первом ряду снова вяжу светлым оттенком провязываю 1 лицевая далее еще 3 петли лицевые 1 2 3 и выполняю ячейку для этого отсчитываю 1 2 3 ряда и в петли 4 ряда провязываю лицевую расправляю протяжки далее 3 лицевые 1 2 3 и кромочную провязываю изнаночной и последний 22 ряд разворачиваю вязание первую петлю снимаю далее все вяжу лицевыми кромочную провязываю изнаночной теперь буду закрывать петли петли за буду закрывать просто провязываю по 2 петли вместе лицевой не затягиваю так вот так выглядит полочка с изнаночной стороны изделия выглядит вот так если вам кажется что здесь стягивает протяжка из светлой ниточки то вы можете обрезать ее в начале формирования горловины присоединить по новой и далее уже формировать горловину отдельной нитью перед тем как вязать спинку я сняла 3 петельки для подреза на булавочку теперь беру нить зеленого цвета и по раппорту узора провязываю четыре ряда лицевой гладью нитью зеленого цвета всего у меня на спинку приходится 33 петли первую петлю кромочную провязываю лицевой далее провязываю еще 30 одну петлю всего получится 32 и 33 петлю кромочную буду провязывать изнаночной далее сниму еще три петли для второго подреза отдельно на булавочку и проверю у меня должно остаться 17 петель для 2 полочки 8 10 12 14 16 17 и так продолжаю вязать 33 петли спинки согласно раппорту узора я провязала спинку на высоту 20 рядов далее буду формировать углубление горловины по спинке и вязать отдельное плечи и так я сейчас вяжу зеленым цветом лицевую гладь первую петельку снимаю далее провязываю 8 петель лицевыми и десятую петлю провязываю изнаночной все далее у меня уже будет идти горловина и следующее плечо сейчас я буду работать с этими петлями разворачиваю вязание также вы можете установить маркер и так первую петлю снимаю и провязываю все петли изнаночными до конца ряда кромочную в конце ряда также провязываю изнаночной теперь по раппорту узора беру нить светлого оттенка первую петлю провязываю лицевой следующие 3 петли провязываю лицевыми затем опускаюсь на 3 ряда ниже и в четвертый ряд провязываю лицевую снова 3 лицевые в конце у меня остается 2 петли я провязываю их 2 вместе изнаночной для этого я разверну лицевую петлю правой стенкой к себе и подхватывая за обе подхватывая за передние стеночки провяжу 2 вместе изнаночной таким образом я сократила одну петлю следующем четвертом ряду первую петлю снимаю далее вяжу все петли лицевыми кромочную в конце ряда провязываю изнаночной и далее вяжу еще два раппорта узора то есть провязываю 4 ряда зеленой нитью два ряда светлой и снова 4 ряда зеленой нитью два ряда светлой провязываю 2 раппорта я довязала до конца всего высота проймы у меня составляет 36 рядов так же как и по полочке теперь я беру ниточку другого цвета вдеваю в иглу и сниму 13 петель горловины спинки на дополнительную ниточку при помощи иглы должно остаться 10 петель другого плеча приступаю к вязанию следующего плеча присоединяю нить зеленого цвета и провязываю согласно раппорту узора все петли лицевые зеленым цветом кромочную в конце ряда провяжу изнаночной второй ряд также согласно раппорту узора провязываю зеленым цветом первую снимаю далее вяжу изнаночными петельки последние две петли провяжу 2 вместе изнаночной вот у меня осталось две петли до конца ряда подхватывая за передние стенки провязываю две вместе изнаночной далее по раппорту узора у меня идет светлый оттенок пряжи присоединяю ниточку светлого оттенка провязывая первую петлю лицевой далее 3 петли тоже провязываю лицевыми а следующую петлю провязываю в четвертый ряд пропускаю 1 2 3 петли 3 ряда и петельку четвертого ряда провязываю лицевую далее провязываю 3 лицевые и кромочную провязываю изнаночной в изнаночном ряду первую петлю снимаю далее все петли лицевые кромочную провязываю изнаночной довязала этот ряд до конца и далее так же как и в предыдущем плече мне нужно провязать еще два раппорта узора то есть четыре ряда зеленой нитью два ряда светлой нитью четыре ряда зеленой нитью два ряда светлой нитью и закрыть петли на вторую полочку также приходится 17 петель беру нить зеленого цвета и провязываю 4 ряда лицевой гладью первую петлю провязываю лицевой в этом ряду кромочную провязываю изнаночной в конце ряда разворачиваю вязание и далее продолжаю вязать по раппорту узора 14 на высоту 14 рядов я провязала 14 рядов высоту и также провязываю еще один ряд 15 лицевой гладью зеленым цветом в шестнадцатом ряду буду формировать углубление горловины по переду для этого мне нужно закрыть сначала 3 петли провязываю 2 петли вместе изнаночной возвращаю петлю обратно снова провязываю 2 вместе изнаночной возвращаю петлю обратно и третий раз провязываю 2 вместе изнаночной далее довязываю ряд до конца все петли изнаночные кромочная в конце ряда также провязывается изнаночной 17 ряд вяжу нитью светлого оттенка первая петля лицевая вторая петля лицевая третью петлю вяжу в четвертый ряд 1 2 3 вот петелька 4 ряда провязываю лицевой расправляю протяжки и далее по рапорту узора 3 лицевые 4 в петлю 4 ряда также лицевая снова 3 лицевые и четвертая петелька в петлю 4 ряда 2 лицевые и последнюю кромочную снимаю не провязывая разворачиваю вязание восемнадцатом ряду мне нужно сократить две петли первую петлю снимаю не провязывая вторую также снимаю и протягиваю ее через предыдущую петлю далее провязываю 2 петли вместе изнаночной теперь по рапорту узора провязываю все петли лицевые кромочную в конце ряда провязываю изнаночной далее провязываю зеленым цветом 3 ряда лицевой глади я провязала зеленым цветом 3 ряда в конце 3 ряда кромочную не провязывая переснимаю просто на спицу в общей сложности это 21 ряд проймы разворачиваю вязание в следующем ряду нужно будет сократить одну петлю первую петлю снимаю не провязывая 2 также снимаю не провязывая и протягиваю вторую петлю через первую таким образом я сократила одну петельку и далее довязываю ряд до конца все петли изнаночные кромочная в конце ряда также изнаночная далее 23 24 ряд полочки провязываю по узору нитью светлого оттенка как всегда провязываю первую петлю лицевой когда присоединяю они другого цвета далее 3 лицевые по раппорту узора четвертую петлю провязываю лицевой в четвертый ряд снова 3 лицевые следующий также лицевой опускаясь на 3 ряда вниз в четвертый ряд снова лицевая и изнаночная также изнаночный ряд вяжу все петли лицевые кромочную провязываю изнаночной следующий 25 ряд проймы провязываю зеленым цветом все петли лицевые включая первую петельку последнюю петлю кромочную не провязываю просто переснимаю на спицу следующем двадцать шестом ряду проймы буду убавлять первую петельку первую снимаю вторую снимаю и протягиваю вторую через первую далее довязываю все петли изнаночные далее довязываю зеленым цветом еще два ряда 29 ряд проймы провязываю светлым оттенком первую сниму первую провязываю лицевой вторую лицевой далее провязываю лицевую в петлю четвертого ряда снова провязываю 3 лицевые и снова отступаю раз два три ряда и в 4 в петлю четвертого ряда провязываю лицевую лицевая лицевая и кромочную провязываю изнаночной 30 ряд первую снимаю далее все петли лицевые кромочную в конце ряда провязываю изнаночной 31 ряд зеленым цветом первую петлю лицевую далее все лицевые кромочную в конце ряда снимаю не провязывая далее 32 ряд нужно будет сократить еще одну петлю первую снимаю вторую снимаю не провязывая и протягиваю через предыдущую петлю далее вяжу все петли изнаночными кромочную в конце провязываю изнаночной и оставшиеся 4 ряда провязываю по раппорту узора 2 ряда зеленым цветом 2 ряда светлым цветом затем петли закрою плечо 9 петель вот так изделие выглядит на данный момент в итоге высота проймы составляет 36 рядов и по переду и по спинке я решила немножко переделать и сшить плечо методом трех спиц первое плечо я уже выполнила так это выглядит с лица и так это выглядит по изнанке сейчас я вам покажу на примере второго плеча как я это сделала я распустила последний ряд закрытия на одном и на втором плече собрала вот таким образом навстречу друг другу петли на спицы спицы расположены навстречу друг другу хоть по лицевой хоть по изнаночной стороне затем я складываю полотно лицевой стороной внутрь вот таким образом расположены петли плеча здесь у меня пройма здесь у меня горловина беру еще одну спицу также это может быть крючок и желательно конечно спицу такого же размера у меня немножко меньше теперь я беру рабочую ниточку петельку с этой спицы которая ближе ко мне снимаю на спицу левую затем снимаю петлю справа затем снимаю первую петлю со второй спицы и теперь протягиваю эту петлю через первую вот таким образом далее провязываю две петли вместе одну петлю с первой спицы одну петлю со второй спицы подхватываю провязываю 2 вместе лицевой на левой спице у меня две петли теперь протягиваю последнюю петлю через первую не нужно сильно затягивать петли снова провязываю петлю с первой спицы со второй спицы вместе лицевой затем протягиваю эту петельку через первую и так до конца 2 петли вместе протянуть последнюю через первую две петли вместе протянуть последнюю через первую вытягиваю ниточку вот так выглядит шов на изнанке такая косичка также я немножко передумала и решила поменять обработку горловины поэтому сейчас мне нужно закрыть петли которые я сняла на дополнительную ниточку это центральные 13 петель горловины по спинке я беру ниточку зеленого цвета оставляю хвостик и провязываю просто по 2 петли вместе лицевыми провязала возвращаю петлю на ли возвращают петлю на левую спицу и провязываю снова две петли вместе возвращаю петлю и провязываю снова вместе 2 вместе возвращаю закрываю спицами номер четыре следующим этапом вязания я буду выполнять кетлевку по горловине для этого мне понадобится крючок спицы номер три которыми я буду вязать резинку и спицы на размер меньше это два с половиной я буду набирать петли внутри моего полотна итак беру крючок можно набирать спицы на мне удобнее крючком поэтому я буду использовать крючок подхватываю первую петельку беру ниточку светлого оттенка не я буду вязать выполнять обработку и протягивая через первую петлю теперь беру спицу меньшего размера два с половиной и кладу на рабочую ниточку вот таким образом отвожу рабочую нить на себя то есть я формирую петли одновременно и на крючке и на спице далее я буду набирать в каждую петельку моего полотна петлю крючком вот таким образом я набрала и обвела петлю на спице и таким образом буду набирать петли для кетлевки из каждой петли полотна при этом нужно не забывать набирать также петли обводя ниточкой спицу дополнительную которые находятся с изнанки в каждую петлю когда у вас достаточно накопилось петель на крючке нужно их снять и перенести на спицу номер 3 так дальше у меня идут уже ряды здесь ровно шли петли а здесь уже идут вот так ряды поэтому я буду вводить также в каждую в каждый ряд вот у меня первый ряд да вот петелька и вот второй ряд я буду вывязывать петельку из одного ряда из второго ряда затем я ряд пропущу и снова из одного ряда не забываю также обвивать ниточку внутреннюю из второго ряда один ряд пропущу и снова из одного ряда так обвить спицу из другого ряда так теперь перенесу петли с крючка на спицу и далее пока у меня идут ряды я буду поднимать из трех рядов две петли пока не дойду снова до петель когда я от рядов подошла снова к петлям горловинки то здесь я уже набираю в каждую петлю вот у меня петля вертикальная обвожу спицу на изнаночной стороне и затем крючком подхватываю и формирую петельку снова обвожу спицу на изнаночной стороне ввожу в петельку крючок и подхватываю рабочую ниточку и так в каждую петлю итак я набрала петли для кетлюки по горловине с наружной стороны у меня 62 петли с внутренней стороны у меня 61 петелька поэтому здесь в конце мне нужно будет добрать одну петлю напротив первой петли с наружного ряда я беру основную спицу номер три и буду провязывать внутренний ряд лицевыми петлями здесь у меня находятся петли на спицы меньшего размера и я буду провязывать просто лицевыми я провязала ряд теперь мне нужно добрать петлю я беру ниточку хвостик от которого я набирала петельки сворачиваю вот таким образом петлю переодеваю на левую спицу и провязываю эту петлю лицевой затягиваю все ниточки также здесь можно установить маркер спицы меньшего размера я убираю и буду продолжать вязать на спицах номер три и по принципу magic club разворачиваюсь и вяжу круговые ряды этим маркером я отделила на принципе он здесь особо и не нужен но чтобы не запутаться да не чтобы петли не потерялись и так я вяжу теперь наружный ряд лицевыми петлями я довязала этот ряд до конца теперь разворачиваю вязание проталкиваю ближнюю к себе спицу в петли а дальнюю от себя спицу вытаскиваю и буду снова вязать все петли лицевые по внутренней стороне кетлевки здесь также можно установить маркер этот маркер будет просто висеть на леске но если вдруг вы затянете эту петлю то маркер вам поможет найти начало вашего ряда и так вижу все петли по внутренней стороне кетлевки лицевыми до конца ряда я довязала до конца ряда по внутренней стороне кетлевки принесла маркер снова перемещаю спицы и вяжу лицевыми петлями еще один ряд по внешней стороне кетлевки ряд довязан далее мне необходимо будет все хвостики которые относятся к этому краю закрепить и спрятать внутри моей кетлевки сейчас я буду провязывать по 2 петли вместе я закрою этот шов и спрячу здесь все вот эти хвостики но для начала я возьму иголочку и закреплю их внутри моей кетлевки я спрятала все хвостики которые примыкали кетлевки и теперь буду провязывать по 2 петли вместе я убрала маркер который разделял петли наружной и внутренней стороны теперь беру еще одну спицу эти спицы я поставила вместе подтянула петельки краю спиц буду провязывать по 2 петли вместе лицевой для этого я перемещу рабочую нить за спицу подхватываю первую петлю вторую петлю и провязываю их лицевой и так до конца ряда все кетлевка сделано теперь осталось только провязать планочку резинкой 1 на 1 как и внизу так как у меня 62 петли то у меня одна петля лишняя я хочу чтобы у меня резинка начиналась лицевой петлей и заканчивалась лицевой петлю поэтому я сокращу одну петлю я посчитала на эту сторону у меня приходится 16 петель до до плечевого шва на эту сторону 15 поэтому я сокращу на этой стороне одну петельку и так первую петельку снимаю затем провязываю лицевая изнаночная снова лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так провязываю до плечевого шва лицевая изнаночная и вот перед плечевым швом я одну петлю снимаю развернув ее теперь провязываю следующую лицевой и протягиваю через снятую петлю и продолжая дальше вязать по рисунку изнаночная лицевая изнаночная лицевая в конце ряда остается одна лицевая кромочную провязываю изнаночной далее разворачиваюсь и по изнаночной стороне также вяжу по рисунку петли первую кромочную снимаю последнюю кромочную провязываю изнаночной я провязала 6 рядов резиночки 1 на 1 и теперь буду закрывать петли с накидом первую петлю снимаю кромочную далее мне идет лицевая петля делаю накид на себя провязываю петлю лицевой и протягиваю ее через накид и через первую петельку далее идет изнаночная петля я делаю накид от себя провязываю изнаночную протягиваю ее через накид и через петельку и так повторяю если лицевая петля делаю накид на себя провязывая петлю по рисунку лицевой и протягиваю через накид и через петлю если изнаночная делаю накид от себя провязываю изнаночную по рисунку изнаночной и протягиваю через накид и через петлю так до конца ряда и так друзья я выполнила обвязку обработку теперь также мне нужно обработать полочки правую и левую значит если я немного непонятно объяснила как я набирала петли для кетлевки по горловинке сейчас постараюсь объяснить на примере полочек значит у меня идут петли справа налево 1 2 и так далее и также идут ряды сверху снизу вверх 1 2 3 4 и так далее я нахожу первую петельку вот она у меня лицевая вязала резиночкой 1 лицевая 1 изнаночная и вот у меня первая петля лицевая не кромочная а вот это лицевая и в именно в эту петлю вернее из этой петли я буду набирать петли для кетлевки то есть каждую первую петлю каждого ряда я буду набирать петельку для кетлевки но 3 ряд я буду пропускать то есть первую петлю 3 ряда я буду пропускать и таким образом буду набирать петли то есть 2 наберу 1 пропущу 2 наберу 1 ряд пропущу и так здесь легко определить так как у меня лицевая вот самая первая петелька и самый первый ряд отсюда я наберу при помощи крючка одну петлю вот у меня рабочая ниточка оставляю небольшой хвостик и подхватываю крючком рабочую нить протягивая через первую петлю первого ряда также мне понадобится спица номер два с половиной и и я прокладываю с изнаночной стороны моего изделия первая петля у меня не набираются при этом на спицу два с половиной я ее наберу в конце уже когда буду полностью обвязывать кетлевку провязывать петли кетлевки но для второй петли я уже набираю поэтому я сейчас обвожу рабочую набрасываю рабочую нить на поэтому я сейчас набрасываю рабочую нить на спицу внутреннюю так теперь крючком придерживаю ее теперь крючком ищу первую петлю 2 ряда вот она и через нее также протягиваю рабочую нить формируя петлю на крючке снова набрасываю рабочую нить на спицу изнутри нахожу третью петлю вернее первую петлю третьего ряда вот она я ее пропускаю и нахожу следующую петлю вот она ввожу крючок протягиваю рабочую нить формирую петлю набрасываю на спицу с внутренней стороны нахожу следующую петельку вот она и протягиваю рабочую ниточку и так я набрала 2 и 2 2 пары набрасываю снова на внутреннюю спицу здесь также можно ориентироваться на перемычки вот между петлями есть вот такие перемычки видите вот одна перемычка вот вторая и так эту петлю я пропускаю из следующей петли я провязываю набираю петельку для петлевки обвожу спицу с изнаночной стороны и из следующей петли также формирую петельку для петлевки когда у меня собралось достаточное количество петель на крючке я беру спицу номер три перемещаю петли в конец крючочка и переодеваю на спицу номер три отвожу спицу вот таким образом сторону чтобы она мне не мешала и так продолжаю набирать до конца полностью все петли по планке до самого конца я набрала петли у меня получилось 43 петли на спице номер три которая находится снаружи и 42 петли на спице номер два с половиной которые находятся внутри здесь мне нужно будет набрать по внутренней стороне одну дополнительную петель куда от первого ряда теперь я разворачиваю вязание и начинаю вязать по внутренней стороне спицы номер три все петли со спицы номер два с половиной лицевыми можно надеть маркер можно не надевать я постараюсь не потерять начало ряда маркер надевать не буду и так просто провязывая все петельки лицевыми и так я довязала 42 петельки теперь я наберу сорок третью петлю ищу хвостик именно от набора петель здесь у меня видите это несколько хвостиков я еще именно вот от первой петельки вот он формирую петлю надеваю ее на спицу так возвращаю теперь беру рабочую ниточку вот она у меня и провязываю петлю лицевой все подтягиваю ниточку теперь разворачиваю свое вязание на лицевую сторону спицы номер два с половиной пока мне не понадобится и продолжаю вязать уже по лицевой стороне также все петли лицевыми петли не перекручиваю вяжу сейчас за заднюю стенку я вяжу бабушкиными петлями сейчас вяжу за заднюю стеночку просто чтобы петли не перекручивались довязала до конца и теперь буду вязать аналогично второй ряд в третьем ряду я буду провязывать по 2 петли вместе то есть петлю с одной спицы и петлю со второй спицы буду провязывать вместе так же как и на кетлевочке по горловинке также друзья если вам не нравится вязать по кругу можно провязать петли кетлевки одной нитью с этой стороны с этой спицы и второй нитью с этой спицы а затем уже объединить их вместе и вязать резиночку итак первую петельку я сниму для начала отправлю рабочую нить за работу и теперь буду провязывать первую петлю с этой спицы и первую петлю со второй спицы провязываю лицевой и сбрасываем снова первую петлю с этой спицы и с этой спицы провязываю 2 вместе лицевой с этой и с и так далее провязываю по 2 петли вместе я почти выполнила кетлевку да но вспомнила про свои хвостики и сейчас я спрячу смотрите все хвостики я вывожу сюда вовнутрь в кетлевочку фиксирую их здесь то есть делаю такой небольшой узелочек сейчас довольно неудобно потому что я уже почти закрыла петлевку это нужно сделать сразу же до того как закрывать петлевку и теперь прокладываю вдоль петелек крайних ниточку и хвостик обрезаю чтобы не было слишком большого здесь утолщения в кетлевке вот у меня три хвостика один я уже спрятала два оставшиеся сейчас также спрячу сюда и так кетлевочка выполнена теперь я буду вязать резиночку один на один у меня 43 петли поэтому мне не нужно не убавлять не прибавлять ничего должно начинаться лицевой и заканчиваться лицевой мой рисунок первую кромочную снимаю не провязывая далее вяжу 1 лицевая 1 изнаночная кромочную конце провязываю изнаночной во втором ряду первую петлю также кромочную снимаю а с далее вяжу петли по рисунку если петля изнаночная я вяжу изнаночной если лицевая вяжу лицевой и так до конца ряда в конце ряда кромочную провязываю изнаночной в третьем ряду планочки я хочу выполнить отверстие для пуговиц если вам нужны отверстия для пуговиц на другой планке с другой стороны то просто довязываем еще четыре ряда всего планочка будет из шести рядов состоять также как и по горловинке в седьмом ряду буду закрывать петли с накидом значит я распределила маркеры на тех местах где будут у меня отверстия для пуговиц здесь у меня совсем ровно не делится поэтому я распределила так 5 петель маркер затем 10 петель маркер 12 петель маркер здесь снова 12 петель маркер и в конце 4 петли остается и так в третьем ряду первую петельку снимаю далее провязываю лицевая изнаночная 2 петли до маркера провязываю вместе лицевой за заднюю стенку убираю маркер вместо прибавленной петли вместо убавленной петли делаю накид далее провязываю лицевая изнаночная не довязывая 2 петли до следующего маркера и здесь снова провязываю 2 петли вместе лицевой снимаю этот маркер делаю накид и вяжу далее по рисунку лицевая изнаночная вновь не довязывая 2 петли до следующего маркера 2 петли перед маркером провязываю вместе лицевой убираю маркер делаю накид и далее вяжу также по рисунку не довязывая 2 петли до маркера осталось у меня две петельки провязываю их также вместе лицевой убираю маркер делаю накид и довязываю петли до конца по рисунку в конце кромочную изнаночной и так третий ряд провязала теперь провяжу по рисунку лицевая изнаночная 4 5 и 6 ряды также в изнаночном четвертом ряду где у вас встречается накид вяжите его по рисунку то есть если у меня сейчас должна быть лицевая петля да вот я закончила изнаночная далее лицевая я провязываю лицевой так чтобы было отверстие и далее вяжу до следующего накида изнаночная и накид провязываю лицевой чтобы было отверстие неважно как какой стенкой он у вас расположен вяжите за ту стенку за которую вам нужно чтобы получилось в результате отверстие для пуговички вот здесь у меня другой стеночкой я с провязываю за заднюю стенку вот так выглядит планочка также друзья я забыла упомянуть что я хотела чтобы снизу планочка немножко приподнималась вверх а по горловинке чтобы такого эффекта не было чтобы была ровная планочка поэтому здесь я из самой кромки не набирала и самой кромочной из наборного ряда а из первой петельки начала набирать а здесь по верху до возле горловинки я набрала в последний ряд и в кромочную петельку ряд закрытия поэтому у меня так вышло и так осталось связать вторую планочку и буду приступать к рукавам и так для рукава до начала я перенесла петли подреза на спицу надену маркер пока на всякий случай беру рабочую ниточку светлый оттенок у меня и буду набирать петли не из кромочных а сразу же вот из крайних петель каждого ряда в зеленом сегменте я буду набирать две петли вот таким образом 1 и 2 2 а светлом светлой полосочки одну петлю и так далее зеленом 2 набираю светлом одну снова в зеленом 2 светлом 1 и так далее здесь у меня получилось 18 петель и по второму по второй стороне также буду набирать 18 петель подрез у меня состоит из трех петель на если я далее перейду к вязанию подреза у меня конечно же здесь и здесь видите будут такие отверстия некрасивые поэтому я доберу еще одну петельку из подреза на эту спицу далее провязываю лицевыми петли подреза при помощи хвостика от начала набора петель я доберу еще также одну петельку на эту спицу вот надену ее на эту спицу и того у меня получилось по 19 петель на каждой спице и 3 петли подреза и того я набрала еще две дополнительные петли я их отнесу к подрезу сейчас я провяжу эту петельку лицевой скрещенкой подтяну хвостик и перемещу сюда маркер далее буду вязать рукав лицевой гладью по кругу лицевая гладь это лицевые петли поэтому я буду провязывать все петли лицевыми первый ряд я буду провязывать за заднюю стенку так как если я буду вязать петли за переднюю стенку видите будут вот такие отверстия поэтому сейчас я вяжу скрещенными за заднюю стеночку я провязала 18 петель рукава далее у меня идут 5 петель подреза первую я провязываю лицевой 2 также лицевой 3 петля у меня будет центральная ее я тоже провязываю лицевой давайте я ее отделю таким образом далее я буду сокращать петли подреза для этого я провяжу две петли вместе лицевой с наклоном вправо к подрезу за переднюю стеночку провязываю их лицевой с наклоном вправо в принципе этот маркер можно убрать и далее снова вяжу 18 петель рукава по этой стороне и 18 петель рукава по другой стороне так 18 петель я провязала дошла до подреза дошла до подреза и теперь мне нужно сократить провязать и теперь мне нужно сократить петельку для этого я провяжу 2 петельки вместе лицевой с наклоном влево к центральной петле разворачиваю их переснимаю их на правую спицу левой стенкой к себе и возвращаю обратно на левую спинку на левую спицу и провязываю за заднюю стеночку две вместе лицевой с наклоном влево далее провязываю центральную петлю и переодеваю маркер это уже идет третий ряд рукава провязываю все петли лицевыми третьем ряду конце ряда лицевая и центральная петля подреза и теперь мне нужно сократить еще одну петельку в подрезе провязывая две петли вместе за переднюю стеночку лицевой с наклоном вправо далее вяжу далее вяжу все лицевые не довязывая до центральной петельки подреза две петли так как у меня здесь перед центральной петлей осталась одна петля то я одну не довязываю перемещаю по спице разворачиваюсь и провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном влево для этого я переснимаю петли за передней стенки на правую спицу и возвращаю их на левую спицу вот они развернуты левыми стенками ко мне подхватываю за задние правые стеночки провязываю лицевой и центральную петельку подреза также провязываю лицевой так это был четвертый ряд в пятом ряду вяжу все петли лицевыми и в шестом ряду также я выполню сокращение после центральной петельки провязав 2 вместе лицевой с наклоном вправо и в конце ряда также провяжу 2 вместе лицевой только с наклоном влево снова последнюю петлю перемещаю снимаю петли возвращаю и провязываю за задние стенки 2 вместе лицевой и протягиваю сейчас у меня на спицах 18 петель и 17 петель всего 35 петель и далее я буду вязать просто лицевыми петлями на необходимую мне длину рукава я провязала лицевой гладью рукав 27 рядов после формирования подреза я провязала еще 27 рядов теперь двадцать восьмом ряду я убавлю 5 петель и буду переходить к вязанию манжета у меня перед каждой резиночкой вот такая изнаночная дорожка из изнаночных петель поэтому последний 28 ряд я провяжу изнаночными петлями и так провязываю 5 изнаночных раз два три 4 5 затем 2 петли вместе изнаночной и так я буду повторять до конца ряда 1 2 3 4 5 и 2 вместе изнаночной таким образом я сокращу 5 петель и так у меня осталось 30 петель на спицах теперь я буду вязать манжет беру спицы номер три и буду вязать резиночку один на один резиночка один на я вяжу ее по кругу поэтому у меня количество петель должно быть кратно двум и так буду вязать резинку на высоту 14 рядов я хочу чтобы мой манжет подворачивался лицевая изнаночная лицевая изнаночная это первый ряд и затем примерею посмотрю достаточно ли мне будет высоты манжета ну и закрою петельки с накидом и так вижу 14 рядов резинки рукав довязан вот такой подворотик у меня получился второй рукав вяжется аналогично первому основное полотно на спицах номер четыре резиночка на спицах номер три друзья вот так выглядит готовое изделие я уже провела ему вт о осталось только пришить пуговички для начала их надо подобрать вот так выглядит изнаночная сторона все обработки как мне кажется выполнены довольно аккуратно вот на этом я буду заканчивать свое видео спасибо что досмотрели его до конца спасибо что вязали вместе со мной оставляйте пожалуйста свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч